Беседа 31, Бытие 11, 31 Много благодарю вас за то, что вы и вчера с радостью приняли поучение о молитве. И сегодня с таким усердием стекаетесь к слушанию. Это и нас делает более усердными и побуждает предлагать вам обильнейшее духовное пиршество. Так и земледелец, когда видит, что его нива произращает в изобилии брошенные в нее семена, и представляет богатую жатву, не перестает каждодневно употреблять все свои усилия, предлагать надлежащее попечение и смотреть днем и ночью, как бы труды его от чего-нибудь не пропали. Точно так же и я, видя, что эта духовная нива ваша так зеленеет, и эта духовная семья укоренилась в недрах вашей души, радуюсь и веселюсь, что в то же время и сильно беспокоюсь, зная лукавство врага и наветника нашего спасения. Подобно тому, как морские разбойники, когда увидят корабль, наполненный многими товарами, и везущие несказанные богатства, тогда-то особенно употребляют всю хитрость, чтобы потопить весь груз и лишить пловцов всего и сделать нищими. Так точно и дьявол, когда увидят, что человеком собрано много духовного богатства, что у него усердие пламенно, ум бодр и богатство увеличивается, скажем, днем, мучится и скрижещет зубами, подобно разбойнику, ходит зад и вперед, выдумывает тысячи хитрости, чтобы как-нибудь подступить к нам, обнажить и ограбить нас, и похитить все наше духовное богатство. Поэтому, прошу, будем бодрствовать, и в какой мере станем умножать все наши духовные стяжания, в такой же постараемся усиливать и нашу бдительность, отовсюду заграждать дьяволу доступ к нам, и добрые жизни, привлекших к себе благоволение Божие, поставим себе выше стрел дьявольских. Это лукавое существо и употребляет многоразличные козни, когда не может дьявол прямо увлечь нас к злу и уловить обманом. Он не делает насилия, не принуждает, нет, а только обольщает, и как увидит, что мы беспечны, то и полагает нам преткновение. Так, когда не успеет Он явно грехами повредить нашему спасению, тогда часто самыми добродетелями, какие мы совершаем тайно, обольстив нас, губит все наше богатство. Что значат эти слова мои? Надо бы выразиться об этом яснее. Чтобы нам, узнав козни, Его избежать вреда от них. Итак, когда увидит Он, что нас нелегко склонить к явному греху, что мы, например, убегаем невоздержание и любим целомудрие, также отвращаемся к корыстолюбию, ненавидим неправду, пренебрегаем удовольствиями и посвятили себя посту и молитвам, и заботимся о милостыне, тогда уже вымышляет другую хитрость, посредством которой Он мог бы погубить все наше богатство. И сделать бесплодными столь многочисленные добродетели наши. Тем, которые с великим трудом успели уже преодолеть его козни, Он внушает высоко думать о своих добродетелях и искать славу у людей, чтобы через это лишить их истинной славы. В самом деле, кто совершает духовные подвиги и из-за них ищет человеческой славы, тот здесь уже получает себе награду и в Боге уже не имеет должника. Получив похвалу от тех, от кого искал Он славы, Он лишил уже себя похвалы, обещанной Господом, так как предпочел временную славу от подобных Ему людей, похвале от Творца Вселенной. «И сам Господь прежде всего так учил и о молитве, и о милостыне, и о посте. Когда ты постишься, — говорит Он, — то помашь голову твое, лицо твое умой, чтобы явиться не перед человеками, постящимися, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец, увидящий в тайне, воздаст тебе явно. Еще, когда творишь милостыне, то не труби, — говорит, — перед собой, как лицемеры творят на площадях и улицах, чтобы прославляли их человеке. И истинно говорю вам, что они уже получают свою награду. Видишь, как ищущий здешней славы лишается тамошней, и как, напротив, творящий добродетель по этой заповеди и старающийся скрывать ее от людей, явно получит от Господа награду в тот страшный день, а Отец твой, сказанно видящий тайны, воздаст тебе явно». То есть не думай о том, что ни один человек не похвалил тебя, и что ты тайно творишь, добродетель. Нет, размышляя о том, что немного спустя, щедрость Господа будет так велика, что он прославит и увенчает и наградит тебя за подвиги добродетели. Не тайно, не сокровенно, но пред всем человеческим родом, начиная от Адама до скончания мира. Какого же извинения будут заслуживать те, которые хотя и подъяли труд добродетели, но из-за временной, ничтожной и суетной славы от подобных себе людей лишили себя славы небесной. 326. Итак, будем, прошу, осторожно. И если успеем совершить какое-либо духовное дело, постараемся всячески скрывать его от всех в тайниках души нашей, чтобы получить нам похвалу от неусыпающего ока Божия, и чтобы из-за славы человеческой и из-за похвал часто льстивых не сделаться недостойными славы от Господа. Одинаково пагубно и вредно для нашего спасения как совершение дел духовных ради славы человеческой, так и высокое мнение о совершенных нами добродетелях. Поэтому надо быть бдительными и осторожными и постоянно пользоваться пособиями Божественного Писания, чтобы не отдаться в плен этим пагубным страстям, то есть славолюбию и высокомерию. Пусть кто-нибудь совершит бесчисленные подвиги и сотворит всякую добродетель, но если он станет высоко думать о себе, то будет самый жалкий и несчастный человек. Это известно нам из того, что случилось с фарисеем, который так величался перед мытарем, и вдруг стал ниже мытаря, который своим языком рассыпал все богатство своих добродетелей, сам обнажил себя и лишил всего, и потерпел странное и необычайное кораблекрушение. Вошедший уже в самую пристань, он потопил весь груз свой. Подлинно, потерпев это от молитвы, совершенное неправильно, значит тоже, что потерпеть кораблекрушение в самой пристани. Вот почему и Христос такую дал заповедь ученикам своим. И когда все сделаете, то говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, чтобы через это предохранить их и удалить от этой пагубной страсти». Видите, возлюбленные, что как гоняющиеся за человеческой славою и только из-за нее творящие добрые дела не получают никакой пользы, так и совершившие все добродетели, если возмечтает о них, теряет все и остается ни с чем. Будем же, прошу, избегать гибельных страстей и взирать только на то неусыпающее око. Не станем ничего домогать у людей, не станем искать похвалы от них, но удовольствуемся похвалой от Господа, сказавшего похвала не от человека, но от Бога. И чем больше станем мы преуспевать в добродетели, тем более постараемся смирять себя и быть скромными. Хотя бы мы зашли на самый верх добродетелей, но если добросовестно сравним свои добрые дела с благодеяниями Божьими, то ясно увидим, что наши добродетели не равняются и малейшей части того, что сделано для нас Богом. Вот этим-то, смирением и скромностью, и прославился каждый из святых. А чтобы тебе увериться в этом, послушай, Учителя Вселенной, эту небошественную душу, как Он по совершению таких добродетелей, после такого о Нем свидетельство свыше, сосуд, сказано, избранный, есть Он, не забывает о своих согрешениях, но постоянно носит их в уме, как не позволяет себе забыть даже о том, в чем, как Он совершенно был уверен, получил уже прощение в крещении, но въедет и говорит, но я меньше из апостолов и не достоин называть себя апостолом. О том, чтобы мы познали всю глубину, Его смиренно мудрее присовокупляют, потому что гнал церковь Божью. Что делаешь, Павел? Господь по своему милосердию простил и загладил все грехи твои, а ты еще помнишь о них? Так, говорит, я знаю и уверен, что Господь разрешил меня от грехов, но когда подумаю о делах твоих и посмотрю на бездну, человеколюбие Божие, тогда вполне удостоверяю, что только благодатью человеколюбием Его и я то, что есть. Сказав, не достоин называть себя апостолом, потому что гнал церковь Божью, он присовокупляет, но благодатью Божьим есть то, что есть. То есть, хотя я со своей стороны выказал так много злости, но Его неизреченное благость и милосердие даровали мне прощение. Видишь душу сокрушенную и постоянно памятую еще о своих грехах, садейных еще до крещения, этому-то апостолу станем и мы подражать, и ежедневно припоминая о грехах, сделанных нами после крещения, будем постоянно содержать их в уме и никогда не попустим себе забыть об них. Это будет для нас довольно сильной уздою, чтобы смирить и укротить нас. И что говорю я о Павле, столь великом и высоком муже? Хочешь ли видеть, как и ветхозаветные праведники более всего прославились этим же самым, тем, то есть, что по совершению бесчисленных подвигов и имея уже неизреченное дерзновение перед Богом, они смирялись? Послушай, как Патриарх уже после собеседования с Богом, после данного Ему обетования, говорил о себе, «Я же земля и пепел» «Бытие 18.27». «Но так как я упомянул о Патриархе, то, если угодно, предложим любви ваше сегодняшнее чтение, чтобы, изъяснив его, увидеть нам необычайное величие добродетели этого праведника и взят, сказано, Фара Авраама на хора сыновей своих и лота, сына, брата своего, «Бытие 11.31.32». «Взял Фара Авраама, внука своего и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ним из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но дошедши до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харанской земле двести пять лет, и умер Фара в Харане». «Будем, прошу внимательно слушать эти слова, чтобы нам достигнуть смысл написанного». Вот в самом начале уже представляется в этих словах недоумение. Этот блаженный пророк, то есть Моисей, сказал, что взял Фара Авраама и на хора и внука своего и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. А блаженный Стефан в своей речи к Иудеям говорит, Бог и слава явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, даже и до переселения ему в Харан. Деяние 7.2. Что же, Божественное Писание противоречит само себе? Да не будет. Но должно из этого заключить, что так как сын Авраам был боголюбив, то Бог, явившись ему, повелел переселиться из Месопотамии. Узнав об этом, Фара, отец всего хотя бы был неверующий, по любви к сыну решился пойти вместе с ним, пришел в Харан, пожил там и скончался. Тогда-то уже патриарх по повелению Божию переселился в землю Ханаанскую. И точно, Бог вывел его из Харана, не прежде, как по кончине Фарры. Тогда-то после смерти Фарры, и сказано, Бытие 12.1.2. И сказал Господь Аврааму, Пойди из земли твоей от отца твоего и из дому отца твоего и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные. Рассмотрим тщательно каждое из этих слов, чтобы видеть нам боголюбивую душу патриарха. Не пройдем этих слов без внимания, но размыслим, какое тяжкое дается повеление. Пойди из земли твоей от отца твоего. Оставь, говорит, известное и достоверное, и предпочти неизвестное и невиданное. Смотри, как с самого начала праведник был приучаем предпочитать невидимое видимому и будущее тому, что уже находилось в руках. Ему повелевалось сделать не что-либо маловажное, повелевалось оставить землю, где он жил столько времени, оставить все родство и весь отеческий дом, и идти, куда он не знал и не ведал. Бог ведь не сказал, в какую страну хочет переселить его, но неопределенностью своего повеления испытывал благочестие патриархой. Иди, говорит, из земли твоей от родства твоего. Подумай, возлюбленный, какой возвышенный, не обладаемый никакой страстью или привычкой, дух потребен был для исполнения этого повеления. В самом деле, если и теперь, когда уже распространилась благочестивая вера, многие так крепко держатся привычки, что скоро решается все перенести, нежели оставить, хотя бы и нужно было то место, в котором он доселе жил, и это бывает не только с обыкновенными людьми, но и с удалившимися от житейского шума, и с бравшими жизнь монашескую, то тем более естественным было это праведнику огорчиться таким повелением и медлить исполнением его. Выйди, говорит, и оставь сродников и отеческий дом и иди в землю, которую я покажу. Кого бы не смутили такие слова, не объявляя ему ни места, ни страны, такой неопределенностью Бог испытывает душу праведника. Если бы такое повеление давалось кому-нибудь другому, обыкновенному человеку, то он сказал бы, пусть так. Ты повелеваешь мне оставить землю, где я теперь живу, родство, отцовский дом, но почему не объявляешь мне и место, куда я должен идти, чтобы мне знать, по крайней мере, как великое расстояние? Откуда мне знать, что та земля будет гораздо лучше и плодоноснее этой, которую я оставлю? Но праведник ничего такого не сказал и не подумал, а взирая на важность повеления, неизвестное предпочел тому, что было у него в руках. Притом, если бы он не имел возвышенного духа и любомудрого ума, если бы не навык повиноваться во всем Богу, то встретил бы и другое немаловажное препятствие, это смерть отца. Вы знаете, как часто многие из-за гробов своих родственников желали умереть в тех местах, где окончили жизнь их родители. Так этому праведнику, если бы он не был весьма боголюбью, естественно было бы подумать и об этом, что вот отец по любви ко мне оставил родину, бросил старые привычки, и победив все препятствия, пришел даже сюда, и почти можно сказать, из-за меня умер в чужой земле, а я и по смерти его, не стараясь заплатить ему тем же, но удаляясь, оставляя вместе с родством отца и гроб его. Однако ж ничто такое не могло остановить его решимость. Любовь к Богу сделала то, что все казалось ему легким и удобным. В самом деле, если бы он захотел располагаться по человеческим соображениям, то могу подумать и вот что. Я уже в таком возрасте, приближаюсь к глубокой старости, куда же пойду? Не взял я с собой брата, не имею при себе ни одного сродника, но отделился от всех единокровных своих. Как же пойду одиноким и странником в сужую сторону, не зная и того, где будет конец моего странствования? А если еще среди этой дороги придется мне и умереть, что будет в пользу от всех этих тревог? Кто похоронит меня, старика, странника, безродного, бездомного? Разве жена моя упросит соседей оказать мне какое-либо сострадание и исполнить последний долг при помощи доброходного сбора и приношения? Не гораздо ли лучше здесь провести это краткое время, какое еще осталось нам прожить, нежели на старости лет скитаться туда и сюда и от всех переносить на смешки за то, что и в таком возрасте уже я не могу жить спокойно, но меняя место за местом, нигде не останавливаюсь? Ничего такого не подумал этот праведник, а поспешил исполнить Божие повеление. Но может быть кто скажет, что для побуждения его к этому достаточно было слов Божиих. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Но эти-то особенно слова и могли, если бы он не был боголюбив, сделать его более холодным к исполнению повеления. Он мог бы сказать, если бы было числа людей обыкновенных, для чего посылаешь меня на чужбину и велишь меня идти в чужую землю? Для чего, если хочешь сделать меня великим, не делаешь таким здесь? Почему не даешь мне своего благословения, когда я живу в отеческом доме? Что, если прежде, чем я дойду до места, куда повелеваешь мне идти, придется мне от изнурения трудностями путешествия расстроиться и умереть? Какая польза будет мне от этого обещания? Ничего такого, однако же, не захотел он и подумать. Но как благопокорный раб только и заботился о том, чтобы исполнить повеления. Не любопытствовал, не расспрашивал, но повиновался и был вполне уверен, что обетования Божие не ложны. «И сделаю, — говорит Тебя, — благословение для многих народов. Благословлю Тебя, возвеличий имя Твое. Не только поставлю Тебя над великим народом, но и сделаю имя Твое великим, но и благословлю Тебя, Ты будешь благословен». Не подумай, возлюбленный, что есть тождествовие в этих словах. «И благословлю Тебя, и будешь благословен». Это значит, я удостою Тебя такого благословения, что оно продлится во все реки. Ты будешь благословен так, что каждый сочтет за величайшую честь вступить в родство с Тобою. Смотри, с какого раннего времени Бог предрек ему ту знаменитость, в которой хотел он поставить его. Итак, я произведу от Тебя великий народ, благословлю Тебя, и Ты будешь благословен». Вот почему иудеи, хвалясь патриархам, старались выказать свое родство с ним и говорили о себе «Мы дети Авраама». Но дабы они знали, что по своим злым нравам они не достойны этого родства, Христос говорит им «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы». Иоанн 8,39. Иоанн, сын Захарин, когда стекалась на Иордан вся народность, желавшая креститься, он говорил им «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не говорите в себе «Отец у нас Авраам, ибо истинно говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Видишь, как велико было для всех имя этого патриарха. Но теперь, пока это еще не сбылось, показывается только благочестие праведника, как-то есть он поверил словам Божиим, и все, казавшееся тяжким, приняло легко. И благословлю, говорит, благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земные. Смотри на Божье снисхождение, на то, какое благоволение Господь являет патриарху. Тех, говорит, признай моими друзьями, которые будут к тебе искренне расположены, а врагами тех, которые будут враждовать против тебя. А едва ли дети стараются сделать так, чтобы у них были те же самые друзья и враги, какие у их отцов. Итак, весьма велико возлюблены благоволения Божие к патриарху. Тех, говорит, благословлю, которые благословлят тебя, и тех прокляну, которые проклянут тебя, и благословятся в тебе все племена земные. Вот еще и другой дар. Все, говорит, племена все земные будут стараться о том, чтобы благословиться именем твоим, и лучшую славу свою будут поставлять в том, чтобы носить имя твое. 332. Слышали вы, возлюбленные, как повеление Господь дал какие халдеянину, старцу, который не знал и закона, не читал пророков, и не получил никакого другого наставления. Видите, как важны эти повеления, какие высокие, доблестные, какая душа требовалась для исполнения их. Посмотрите же и на благопокорность патриарха, как ее изображает нам Писание. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. То есть он исполнил все, что заключилось в повелении. Бог сказал, чтобы он оставил все, и родство, и дом, и он оставил. Сказал, чтобы он шел в землю, которую не знал, он послушался. Обещал сотворить его в народ великий и благословить, он поверил, что сбудется и это. Словом, как повелел ему Господь Бог, так он и пошел. То есть поверил словам Божиим, нисколько не колебляясь и не сомневаясь, и пошел с твердым духом и решимостью. Зато и удостоился великого благоволения от Господа, и пошел, сказано, и Лот с ним. Почему, когда Бог сказал, выйди от земли твоей, от рода твоего и от дома отца твоего, почему он взял Лота? Не по ослушанию против Господа. Ну, конечно, потому что Лот был молод, и Авраам заступал ему вместо отца. Да и тот по любви к нему и кроткому нраву Авраама не хотел разлучиться с праведником. По этой-то причине Авраам и не хочет его оставить. К тому же он смотрел уже на него, как на сына, потому что и дожив до такого возраста, не имел еще своих детей по причине неплодства Сары. Да и нрав этого юноши немного разнился от нрава праведника. Уже то самое, что он Лот, имея в виду двух братьев, присоединился именно к праведнику, показывая, что у него довольно было ума, чтобы рассудить и решить, которому из дяди верить в судьбу свою. И решимость отправиться в путь представляет новое доказательство доброй нравственности Лота, хотя впоследствии он несколько и погрешил, когда взял себе лучшую часть земли. Однако же старался идти по следам праведника. Вот почему и праведник взял его в спутники себе, и он с готовностью променял жизнь домашней на странническую. Далее, дабы мы знали, что Господь повелел это патриарху, не в юности его, но тогда, когда он пришел в старость, когда люди большей части бывают довольно нерасположены к путешествиям, пишет «Пошел Авраам, как сказал ему Господь». И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. Видишь, как ни возраст, ни другое что-либо способное привязать его к домашней жизни не послужило ему препятствием, напротив, любовь к Богу победила все. Так, когда душа бодрая и внимательна, то преодолевает все препятствия, вся устремляется к любимому предмету, и какие бы ни представились ей затруднения, не задерживается ими, но все пробегает мимо и останавливается не прежде, как достигнув желаемого. Вот почему этот праведник, хотя мог быть удерживаем и старости, и многими другими препятствиями, разорвал, однако же, все узы. И как юноша, бодрый и ничем не задерживаемый, поспешил и ускорил исполнить повеление Господа. Да и невозможно кому бы то ни было, кто-то решится совершить что-нибудь славное и доблестное. Невозможно исполнить это, не вооружившись заблаговременно против всего, что может препятствовать такому предприятию. Хорошо знал это праведник, и оставив все без внимания, не задумавшись ни о привычке, ни о родстве, ни о ботцовском доме, ни о гробе отца, ни даже о своей старости, все свои мысли направил к тому только, как бы ему исполнить повеление Господа. И вот представилось чудное зрелище. Человек в самой глубокой старости, с женой также престарелой, с множеством рабов переселяется, не зная даже и того, где окончится его странствование. А если еще подумать, кстати, и о том, как трудны были в то время дороги, тогда нельзя было, как теперь, свободно приставать кому угодно и таким образом совершать путь с удобством, потому что по всем местам были разные начальства, и путешествующие должны были от одних владельцев отправляться к другим, и почти каждый день переходить из царства в царство, то и это обстоятельство было для праведника достаточным препятствием, если бы он не питал великой любви к Богу и готовность исполнить его заповедь. Но он все эти препятствия разорвал, как паутину, и укрепив ум верой и покорясь величию обещавшего, отправился в путь и взял Авраам с собою цару, жену свою, лото сына брата своего и все имение, которое они приобрели и всех людей, которых они имели в Харане и пошли, вышли, чтобы идти в землю ханаанскую и пришли в землю ханаанскую. Замечая обстоятельность Писания, в которой оно рассказывает нам обо всем, чтобы мы из всего узнали благочестие праведника и взял, говорит, цару жену свою. Не без причины сказано и все, что он имел тогда в Харане. Чтобы мы знали, что патриарх ничего не взял с собой из Халдеи, но все это отцовское имение, оставив брату, вышел с тем только, что мог приобрести в Харане. До этого взял с собой чудный этот муж не потому, чтобы дорожил имением или был любостяжателем, но для того, чтобы можно ему было своей собственностью доказать всем Божьим о нем попечения. Тот, кто извел его из земли халдейской и потом повелел переселиться оттуда, сам и умножал с каждым днем имение его и устранял всякие неприятности. Таким образом, и то самое, что Авраам взял с собой это имущество и нес во всю дорогу, служило доказательством его душевного благочестия. Всякий, кто только видел его, вероятно, желал знать причину такого путешествия праведника. Потом, узнав, что он переселялся в чужую землю, оставив свою собственность на родине по повелению Божию, самым делом удостоверялся и в том, как было благочестиво послушание праведника, и в том, как велико Божие о нем промышления. И вышел, сказано, и пошел в землю хананскую. Откуда он узнал, что его странствование кончится в земле хананской, когда повеление говорило «иди в землю, которую я покажу». Может быть, Бог открыл ему и это, показав духу его землю, в которой хотел поселить его. В самом деле, Бог, когда давал ему повеление, сказал так неопределенно «иди в землю, которую я покажу тебе», для того, чтобы открыть нам добродетель праведника. Потом, так как Авраам с полной готовностью сделал все, что от него требовалось, тотчас и Бог сообщил ему сведения о той земле, в которой хотел устроить ему жилище. Предвидя величия добродетели праведника, Бог потом потому и вызывал его из дома отеческого и не повелел взять с собой даже брата, что хотел сделать его учителем теперь для всех жителей Палестины, а вскоре потом и для египтян. Видишь, что и добродетель, и порог зависит не от природы, но от свободной воли нашей. Вот и патриарх и нахор в природе были братья, а по сердечному расположению уже не то. Напротив, нахор, несмотря на то, что брат его дошел до такой добродетели, все еще оставался в заблуждении, а этот каждодневно на самом деле показывал всем свое приспеяние в богу угодной добродетели и пришел, сказано, в землю хананскую. И прошел Авраам по земле сей подлиннее до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. Писание указывает нам то самое место в стране хананской, в котором теперь поселяется праведник. Потом, чтобы мы знали, в каком положении была эта страна, и говорит, на этой земле тогда жили хананеи. Это замечание сделал блаженный Моисей не без цели, чтобы мы узнали любомудрее и любомудрую душу праведника из того, что он так, как эти места еще заняты были хананеями, должен был жить подобно скитальцу и страннику, подобно какому-нибудь отверженному беднику, как пришлось, не имея, может быть, и пристанище. И однако же он не возроптал и на это, и не сказал, что это. Я, который в Харане жил в таком почете, уважении, теперь должен, как безродный, как странник и пришлец жить там и здесь, из милости, искать себе успокоения в бедном пристанище. Да и этого не могу получить, но принужден жить в палатках и шалашах и терпеть все другие бедствия. Это ли, значит, слова «Иди, я сделаю тебя, и от тебя произведу народ великий»? Пока прекрасное для меня начало. Чего же доброго ожидать дальше? Нет, праведники в этом положении не позволял себе сказать что-либо подобное или прийти в сомнение. Напротив, положившись на обетование Божие всем сердцем, и с полной верою остался непоколебим духом, за что вскоре и удостоился утешения свыше. 335. Но чтобы нам не слишком продолжить поучение, остановимся здесь. И окончим слово, попросив любого вашего о том, чтобы мы, вы подражали душевному расположению этого праведника. Подлинно, крайне странно будет, если тогда, как этот праведник, будучи вызываем из своей земли в чужую землю, показал такое послушание, что ни старость, ни другие исчисленные нами препятствия, ни неудобства тогдашнего времени, ни иные затруднения, могшие остановить его, не в состоянии были удержать его от повиновения. Но, разорвав все узы, он, старец, сбежал и спешил, как бодрый юноша с женою, племянником и рабами, исполнить повеление Божие. Мы, напротив, призываемые не из земли в землю, но с земли на небо, не покажем и такого же, как праведник, усердия в послушании. Но будем представлять пустые и ничтожные причины, и не влечет нас невеличие Божьих обетований, ни маловажность видимого, как земного и временного, ни достоинства призывающего. Напротив, обнаружим такую невнимательность, что временно предпочтем всегда пребывающему, землю, небу, и никогда не могущее кончится, поставим ниже того, что улетает, прежде чем появится. Да, Коля, скажи мне, будем мы, например, показывать такую жадность к собиранию денег? Что это за умоиступление? Каждый день увлекаться этой мучительной страстью, и никогда не чувствовать сытости, но быть едва ли не хуже и пьяных. Как пьяные, чем больше пьют вина, тем более распаляет в себе жажду, и тем сильнейше ей разжигает огонь, так и предавшаяся сильной страсти к деньгам никогда не успокаивается. Но чем более получают, тем более в них поднимается пламень страсти, сильнее разгорается печь. Разве мы не видим, что было жившими прежде нас, как они, завладев, так сказать, всей вселенную, восхищены были отсюда нагие и весь сего. С тем только, чтобы там подвергнуться отчету и наказание за все. Имение сребролюбца нередко разделяет между собой многие, а грехи, сделанные им из-за этого имения, уносит с собой он один, подвергается за них мучительному наказанию и ни в чем не находит никакого утешения. Для чего же мы, скажи мне, так не родим о своем спасении и о своей душе думаем, как о чужой? Не слышишь ли, как говорит Христос, что даст человек за душу свою и какая польза человеку, если весь мир приобретет о душе своей и повредит? Что можешь сравнять с душой на завистью вселенной и тогда ничего не скажешь? В самом деле, какая польза? Как сказал Христос, приобрести весь мир и повредить душе своей, которая ближе к нам, нет ничего. И ее-то, столь драгоценную, и ее-то, о которой нам надлежало бы столько заботиться, мы оставим в таком небрежении, чтобы она мучилась каждый день то осаждаемой сребролюбием, то терзаемой невосдержанием, то уничижаемой гневом и различно каждой страсти возмущаемой. И не приложим об ней, хотя и поздно, никакого попечения. Кто же наконец удостоит нас прощения или избавит от угрожающего нам наказания? Прошу поэтому, доколе еще есть у нас время, а моем скверну ее обильной милостынью и угосим ею же пламя грехов наших. Ибо сказано, огонь горящий угостит вода, и милостыними ощущаются грехи. Сирахов 3.30 И действительно, ничто другое так не может избавить нас от огня гиенского, как щедрая милостыня, если мы будем подавать ее по предписанной заповеди, то есть не из хвастовства, но по любви к Богу, то в состоянии будем омыть скверну грехов наших и сподобиться Божией человеколюбие, благодатью и щедротами и народного Сына Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok